Добрый вечер, в эфире Большая политика и мы вновь пытаемся разобраться в сути непростых процессов в стране и мире. Настоящий туристический бум пережил Казахстан в этом году. Только за 9 месяцев 2017-го нашу страну посетило рекордное число иностранных гостей. Почти 6 миллионов человек. И это говорит о том, что Казахстан укрепляет свои позиции на карте международного туризма и что задача довести до 8% долю туризма в структуре ВВП за 8 лет вполне выполнимая. Хотя, очевидно, и не без трудностей. У нас нет массового туристического продукта. Во-вторых, у нас еще очень слабые маркетинги и продвижения казахстанского турпродукта. Кроме того, в принципе, нет четкого понимания вообще, в чем особенность казахстанского турпродукта, в чем его сильные стороны, какие есть вопросы в части того, чтобы как его позиционировать на целевых рынках. Важно, что для развития туризма присутствует главное. Казахстану есть что показать. Бескрайние степи, вызывающие восхищение горы, многоводные реки. Интерес вырос. Причем здесь очень любопытный фактор, который нов и для России, и для стран СНГ. Вы сперва начали создавать продукт, причем продукт качественный, а потом уже формировать к нему спрос. Для нас это ново. Клиенты, они очень стасовались по-настоящему, по-настоящему, по-аутентичному продукту. И в Казахстане они смогут найти и то, и другое. На телевизионной картинке уже и не отличиши, но и курорт на побережье Копчегайского водохранилища от расположенного за 3,9 земель водоема с благоустроенными пляжами. Я видел много красивых мест на земле. Но хочу сказать подрастающему поколению и современникам, сейчас я никуда не хочу ездить на отдых. Сейчас мы находимся в Бурабае. Такого великолепного места я больше нигде не видел до этого времени. Первозданная природа как рай на земле. Есть и озеро, и горы, и вода. Такая же природа в Восточном Казахстане. Иртыш на 80% состоит из казахстанских источников. Предгорь и Алатау отдельная тема. Зимой можно кататься на лыжах, гулять в горах. Только уметь надо показывать. Кстати, смысл программы Нур-Лэжо многие еще не до конца понимают. Мы в своей истории еще никогда не строили столько дорог, охватывающих такие бескрайние просторы. Можете пойти и спросить жителю Южного Казахстана, когда ездили по таким просторным дорогам. Сейчас доехать из Шимкента в Алматы можно очень быстро. И действительно, в республике создается инфраструктура, добраться из города в город все проще. А владельцы мест отдыха все чаще создают по-настоящему хорошие условия для туриста. И он отвечает взаимностью. Я приехал сюда, в Казахстан, из Австралии. Я взял несколько дней отпуска и первым делом приехал в Астану, а уже затем прилетел в Алматы. После экспо, конечно, осталось много впечатлений. Мы очень любим Казахстан. У нас много друзей в Казахстане. И мы желаем всего самого наилучшего. И чтобы выставка была успешной и удачной. Один из туристических продуктов, который Казахстан готов предложить туристу местному или зарубежному – Астана. Астана – это город с колоссальным туристическим потенциалом, который может предложить самый широкий спектр услуг. Начиная от бюджетных вариантов, заканчивая гостиницами класса люкс, известных мировых брендов. Поэтому каждый турист, в зависимости от своего бюджета, может найти для себя те объекты, те сферы интереса, которые он может посетить или ознакомиться. А за главным казахстанским городом подтягиваются и остальные. Туристическая привлекательность, она ведь не просто узнаваемость приносит, но и неплохой вклад в бюджет. На этом все. Всего доброго.